Я Никита Панин и это программа «Инфоповод». Кратко, но содержательно расскажу об информационных поводах недели, на которые мы обратили внимание. Здравствуйте! Наш первый в 2020 году выпуск, как и полагается, начнем с подведения итогов. Шестое место среди всех муниципальных образований Подмосковья заняла Лобня в рейтинге эффективности органов местного самоуправления за 2019 год. Кроме того, город достиг очередного рекордного значения бюджета. В доходной части он превысил отметку в 3 миллиарда 400 миллионов рублей. Также Лобня побила несколько рекордов по экономическим показателям. Об этих и других итогах года говорили в администрации в канун праздника 30 декабря. Глава города Евгений Смышляев отметил, что год выдался очень результативным. Лобня сделала большой шаг вперед по многим направлениям развития. За усердную работу, без которой таких результатов достичь не удалось бы, почетными грамотами и ценными подарками были награждены лучшие муниципальные служащие, представители управления администрацией и сотрудники городских служб. Каждого из них глава города поблагодарил за весомый вклад в развитие Лобни и пожелал не избавлять темпы работы в новом году. Практически нет такой сферы, где бы мы по показателям не сделали шаг или даже рывок вперед в 2019 году. Поэтому мы отметили муниципальных служащих, наградили, вручили городские награды, грамоты, благодарственные письма. Ну и определили планы на 2020 год, чтобы он был не менее результативный, не менее продуктивный, чем 2019. На новогодних каникулах по всему городу проходили праздничные елочные представления, которые посетили более десятка тысяч детей. Чтобы зарядить праздничным настроением всех, без исключения ребят, взрослые веселили малышей не только в домах культуры, школах и детских садах, но и на свежем воздухе. Так во дворе домов 4,2 по улице Силикатной состоялась новогодняя елка. А что на ней было, расскажут сами дети. Тут здорово! Тут проходит праздник в честь Нового года. Мне понравилось, потому что тут разные соревнования. Можно играть и кататься на самках, строить крепость. Здесь всякие конкурсы, там подарки, елка, Дед Мороз. Мы стихи рассказываем. Танцуем, поем, играем, веселимся во всю катушку. Примерив на себя роли сказочных персонажей, жители соседних домов проводили для малышей и их родителей увлекательные игры и конкурсы. Их победителям достались вкусные подарки. А чтобы никто из детей наверняка не покинул праздник с пустыми руками, малышам предлагали рассказать новогоднее стихотворение очаровательной бабе Еге, охотно вручавшей за это конфеты. Организовать новогоднюю елку, оказав материальную поддержку, жителям помог исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Грошев. Поучаствовать в конкурсах, потанцевать, повеселиться и обзавестись новыми знакомствами на праздник пришли более 30 малышей. Я пожелаю всем всем на Новый год радости и веселья. Счастья всем и всего хорошего. Здоровья, благополучия и хорошее настроение. Новогоднюю встречу провели и ребята повзрослее. В центральной библиотеке на уже ставшей традиционным квартирник собралась творческая молодежь из Москвы железнодорожного Дмитра Ванагинска, Балашихи, Долгопрудного, Люберец. Юрий Северянин более двух лет в этих встречах черпает вдохновение. Его песни – музыка дорог и красок солнечного заката. Это путь к самому себе, в котором разговор о самом важном. Моя музыка – это у меня ассоциация с движением каким-то. Я вижу падающий снег, я играю на гитаре и представляю это. Мне близок жанр абориутов. Ну, что-то такое абсурдное, юмористическое, короткое. Кирилл Никишин работает в сфере электроэнергетики, а в его творческой биографии – театр, музыка, песни, стихи, проза. Свои сказки пишет от имени Плюха – вымышленного персонажа с хорошим чувством юмора и иронии, свойственных и самому автору. Музыка и стихи, любовь. Книги, к слову, сопровождают с детства Дарью Лебедеву. Два образования – исторический факультет МГПУ и литературный институт имени Горького – во многом повлияли на выбор темы глубину смысла ее произведений. Вместе с мужем они создали дуэт «Железные птицы» и выступают с концертами в московских клубах. В Лобни они впервые. Мне очень нравится, очень теплая атмосфера, прекрасная организация, все очень здорово. С удовольствием приеду еще, тем более теперь так удобно добираться. Мы часто с единомышленниками смотрим такие вот площадки творческие, где можно выступать, и Лобня оказалась очень в этом плане такой душевной. Объединяет то, что люди хотят поделиться творчеством. В этом нет какой-то коммерческой цели, в этом нет большого желания показать только себя. Основная ценность в общении, в таком дружеском, теплом обмене, творческом обмене – это то, что заряжает на будущий день, и после таких встреч хочется творить. Душевную и творческую атмосферу лобнинских квартирников отмечают все их участники. Как правило, однажды здесь побывав, гости обязательно возвращаются вновь. Но атмосферу праздника на квартирнике создавали не только его участники, а еще и атрибуты новогоднего торжества – елка, мандарины, домашние сладости. В микрорайоне Депо в преддверии Нового года появилось настоящее зимнее чудо. Подробнее о нем в нашем сюжете. Зимнее чудо – это необычный цветок, который распустился прямо в культурно-досуговом центре Депо. Он стал персонажем сказки, сыгранной актерами театра «Трию» под руководством Юлии Юняевой. Она же – автор сценария, режиссер и исполнительница роли «Снежной королевы». Сюжет сказки сравнительно прост, но позволяет по-новому взглянуть на известных и любимых с детства персонажей – «Снегурочку», «Деда Мороза», «Снежную королеву», «Цветик», «Семицветик» и «Волшебное зеркальце», а также предположить, чем занимается Дед Мороз в течение года, когда отшумят праздничные фейерверки, и что может злую и коварную «Снежную королеву» сделать доброй. У нас Дед Мороз – это лесник, который живет в лесу, и весь год он готовит подарки детям. Также никто не задумывался о том, почему «Снежная королева» такая злая и коварная. Ее мечта – обрести друзей. И никогда у нее эта мечта не сбывалась. Поэтому, собственно, в нашем спектакле «Снежная королева» в конце обретает друзей, становится доброй и такой доброй волшебницей. В авторском проекте задействованы пять актеров. Трое из них – любители, занимающиеся в театре «Трию». Так работник библиотеки Константин Дубинин на сцену вышел впервые. В спектакле «Зимнее чудо» сумел проявить свои драматические способности, исполнив сразу две роли, а еще показав себя как поэт и исполнитель музыкальных номеров. Экономист Оксана Родина играет уже в третьем спектакле. Была у нее и главная роль. Самой молодой участницей новогодней сказки стала Мария Аниканова, старшеклассница из четвертой школы. С момента создания театра активное участие в его постановках, как актер, композитор и соавтор принимает и директор культурно-досугового центра Андрей Грант. Музыку я пишу давно, а здесь все сложилось и пение, и актерское мастерство, и мои, так скажем, организаторские способности, и как композитор. Мне, в принципе, любой творческий процесс нравится, скажем так, любого рода. Вот, а здесь я уже могу раскрыться, скажем так, и как поэт в частности, и где-то и с музыкой поработать, и с образом. Ну, это моя детская мечта, я люблю театр, поэтому, когда появилась такая возможность прикоснуться лично к высокому, то, конечно, я воспользовалась этой возможностью. Театр для меня – это то место, где я могу полностью раскрыться. Я могу попробовать себя в разных ролях, и мы учимся бесплатно, поэтому возможность ходить есть у всех. Надо отметить, что занятия для начинающих актеров в театре «Трию» проводятся бесплатно, а их участниками являются люди разных профессий – студенты и школьники. В ушедшем году театр участвовал в Московском театральном фестивале, представив литературную композицию «Три стихии», и был удостоен третьего места за лучшее музыкальное оформление. Участники губернаторской программы «Активное долголетие» из Лобни и Долгопрудного на Новый год провели собственный «Голубой огонек». Встреча прошла в ДК «Красная поляна», фактически родном доме для тех, кто о том, что такое активное долголетие, знает не понаслышке. Ведь здесь регулярно проходят занятия различных клубов по интересам, организуются фестивали, конкурсы, концерты. Организаторы «Голубого огонька» подготовили программу, в которой каждый желающий мог продемонстрировать свои таланты и те успехи, которых добился на занятиях в клубах по интересам. Гости праздника читали стихи, рассказывали сказки Андерсона, пели и танцевали, участвуя во флэш-мобе. Каждому за новогодним столом было что вспомнить. Валентина Бабкина, например, в конкурсе «Серебряный возраст» удостоена титула «Мисс Элегантность». В свои 80 лет Валентина занимается сразу в нескольких кружках, и так же, как и другие участники программы, уверена, что это не предел. Можно заниматься физкультурой, под музыку, танцами. Всю жизнь мечтала танцами заняться, но вот пришло время, похоже. Занимаемся творчеством, делаем поделки. Внучка очень активно изучает английский язык, мне не хочется отставать, с Нового года хочу записаться. По профессии я медсестра, ну, очень люблю читать и люблю искусство во всех проявлениях. Мне здоровье дает, мне очень нравится настроение, знакомство с людьми, с такими, ну, не знаю, хорошими людьми. Это все информационные поводы на сегодня. Смотрите наше новогоднее видео из рубрики «За кадром» и до встречи через неделю. Новогодний надо дать за это? Да. Вот снег пошел, видите, сказка начинается. Сейчас вспомни. Наш, прийди сюда, не помни. Ну, как же так? Так же, там, сейчас. Готовилась. Все вспомнила. В декабре, в декабре все деревья в серебре. Даже речку словно в сказке за ночь вымастил мороз. Обновил коньки, салазки, елку из лесу привез. Елка плакала сначала от домашнего тепла. Утром плакать перестала, задышала, ожила. Чуть дрожат ее иголки. На ветвях огни зажглись. Как по лесенке по елке огоньки сбредают ввысь. Какая прелесть. Счастье, дорогая, в Новом году. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова